Привет, друзья! Совсем скоро уже Пасха, поэтому сегодня мы с вами приготовим декоративные яйца, которые можно будет использовать, например, для украшения куличей. Для начала нам понадобится сырой яичный белок. Мы разбиваем яйцом, отделяем белок от желтка. Желток нам в этом рецепте не понадобится, его можно или выкинуть, или что-то из него другое приготовить, например, использовать в омлете, а белок оставляем. Дальше берем миску и насыпаем в нее сахарную пудру. У меня сахарная пудра новая, она очень однородная, очень свежая, поэтому я ее просто высыпаю из пакетика. Если вы используете сахарную пудру, которая у вас долго лежит, лучше, конечно же, просеять ее через сито, чтобы избавиться от комочков. Это правило действует, в принципе, для всех сыпучих продуктов. Неважно, какао вы в тесто добавляете или муку, если видите, что есть комочки, обязательно лучше просеять, чтобы выпечка получилась однородная. Мы с вами высыпали сахарную пудру и теперь понемножечку добавляем яичный белок. Я советую делать это буквально по 1 четвертой столовой ложке, потому что есть риск добавить лишнего, и тогда масса у нас получится слишком жидкой и придется еще добавлять сахарную пудру. Добавляем яичный белок и хорошенько перемешиваем. Наша задача получить липкую, достаточно плотную массу, которая очень хорошо держит форму, но при этом не растекается. Сначала я просто добавила яичный белок, но потом подумала, что его все-таки лучше взбить вилочкой и добавлять уже в таком состоянии. Так, правда, лучше, поэтому можете сразу использовать вилку или даже венчик. Миксер нам здесь точно не пригодится, нам достаточно просто взять вилку и хорошенько взболтать белок, чтобы он стал немножко более жидким. Я специально показывала вам максимально много процесса, чтобы вы видели, как это все выглядит. Рецепт на самом деле очень простой, никаких здесь нет заморочек, но главное это правильно подобрать пропорции. Вот здесь у меня получилось то, о чем я вам говорила. Я добавила слишком много яичного белка, и смесь у меня получилась очень жидкой, поэтому мне пришлось потом снова взять сахарную пудру и добавлять ее. Ладно, она у меня была с запасом, поэтому не повторяйте моих ошибок и добавляйте яичный белок прям совсем по чуть-чуть, по, не знаю, даже миллилитру, наверное. Потому что эта масса достаточно быстро застывает, если, например, вы замесите слишком жидкое тесто, вам не хватит сахарной пудры и вам придется бежать в магазин, за это время масса может уже затвердеть. Посмотрите в итоге, какая консистенция у меня получилась. Примерно такая масса должна получиться и у вас. И дальше у нас есть два варианта. Мы можем делать яйца белого цвета, но мне кажется, это слишком скучно, поэтому мы берем пищевой краситель жидкий и добавляем несколько капель в нашу массу и хорошенько перемешиваем. Я красители покупала в Ашане, у меня жидкие гелевые красители, стоили они примерно по 100 рублей. Вы видите, что я добавила три капли красного красителя и масса у меня очень хорошо окрасилась, и что я даже решила добавить еще немножко сахарной пудры, чтобы она получилась не такая красная, а все-таки нежно-розовая. Поэтому с красителем тоже аккуратнее добавляйте по чуть-чуть. Ну а дальше самое интересное, мы начинаем формировать пасхальные яйца. Набираем немножко массы в ладонь. Руки я не смачивала, они у меня сухие. В принципе, если у вас есть перчатки, можно, конечно, их надеть, у меня просто они закончились. И формируем, придаем форму яйца перепелиного с помощью рук. У меня это получилось не с первого раза, но издалека, если положить такие яйца на ключи, они будут смотреться весьма красиво. Я еще вам попозже покажу, как сделать классный съедобный зеленый мох для этой композиции. Мне показалось, что просто однотонные розовые яйца, это слишком скучно, поэтому я решила добавить синий краситель и сделать такие красивые мраморные яйца. Вы видите, что я добавила буквально 4-5 капель синего красителя. Масса у меня, как я ранее говорила, уже застыла, но все равно пока что перемешивается хорошо. И получается такой красивый, нужный нам мраморный эффект. Дальше мы снова набираем массу и формируем яйцо с помощью рук. Мне, кстати, второй вариант яиц понравился даже больше, потому что они смотрятся как-то нарядно, празднично и очень необычно. И мне кажется, такие яйца больше похожи на натуральные перепелиные. После того, как мы с вами сделали все яйца, мы их выкладываем на блюдо или на какую-то другую поверхность. Главное, чтобы между ними было расстояние, чтобы они между собой не слиплись. И оставляем так просохнуть, желательно минимум на сутки, можно подольше. После того, как яйца у нас высохнут, их можно уже переложить в контейнер и хранить под закрытой крышкой. Мне кажется, для первого раза получилось очень даже неплохо. Буду использовать их для декора куличей и обязательно вам покажу. А вы пока сохраняйте рецепт, повторяйте, пишите ваши отзывы. Приятного вам аппетита!